Всем привет дорогие друзья и хороша вам настроение, с вами Раима и продолжаем играть в ХКР2. Так, откроем сундук, посмотрим что нам выпадет из него. И все! Такой огромный и так мало наград. Так, новое задание, проехать 2000 метров в горе приключения, сделать 6 поворотов в городе приключения. Так, вот это поменяем. 250 времени в воздухе на Хилл Климбери, в заставе небесной силы приключений. Да вы что, совсем что ли брякнулись там уже? Беленов, так сказать, объелись. Какие-то задания дают, блин. Ни два, ни полтора. Так, ну что, сундук откроем, смотрим. Защитная арматура, ускоритель, дым. Так, с командой обязательно поздороваемся. Так, всем привет ребята. Отправляем. Так. Так, 21 сундук уже, да? Ну, 21 я имею ввиду ранг на сундуке. То есть уже скоро будет 22-й, конечно, мы успеем. 9 часов 7 минут осталось. Так, ребят, ну а я хочу сегодня взять 10 тысяч кубков. И я думаю, что никто не будет против. Единственное, что мы поменяем внешний вид. Я хочу взять, знаешь, что? Вот ту самую... Подожди, давай вначале, наверное, сделаем вот так вот. Зомби в ушанке. Так, это не пойдет. Во! Вот, что мы с тобой возьмем. Вот, что мы с тобой возьмем. А где тот кипарик-то, который мы получили вот буквально на днях? Вот, вот этот, по-моему, да? Так, и зурки мы у него заберем, наверное, и поставим. А что мы им поставим? Давай вот этот джизл. Готов, короче. Ну что, поехали? Блин, я, правда, не помню. Ага. Автобусы? Да-да-да-да-да-да-да-да, ребят, вот проблема. Не знаю, догоним меня теперь этот... А куда? Куда, друзья мои, луноход-то? Да что ты, ну! Да, ребят, ну это издевательство, смотри. Луноход просрался, по-моему, дело, да? Я... Блин, еле-еле кое-как-то приполз, блин, так скажем, к финишу. Вот, вот, вот. Если он, ребята, на рывке, на подлете, вот так вот делает, то это круто. То есть мы с тобой... Ну вот это уже, конечно, пипец. Да кто-то все пшики-то, все кто-то... Что-то кто-то летит, дергается, паралитики несчастные. Давай. У меня такой крутой, этот... Как его... Как главного персонажа этого? Дэйв звать? Который... Гонщик, блин, наш. Непутевый. Так, луноход, иди в одно место, а. Черт, блин, просто... Ну возьми, задень ты колесом-то. Как он так докатился? Я не знаю, ребят. Он должен был, по идее, разбиться. Этот, на луноходе, который там. У него вроде бы крыши не было. Он там просто все, что мог, собирал. Своим этим луноходом, блин. Ну что, попробуем здесь теперь. Ну давай, 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 родной. Все, пока идет отлично. Расправляй крылышки. А у нас что, скоростные спуски, что ли? Это я что-то не понял. Точно. Это же, друзья мои, наши любимые скоростные спуски. Так, формула, спортивная тачка, валяй отсюда, нафиг. Смотри, еще что-то выпиндривается, а. Я вырвался, ребят, все-таки вперед. Отлично, по красоте. Ништячок. Так, ну он не отставал от меня. Засранец, мелкий. Да, ну вот это вот, конечно, вообще не в тему, ребят. Давай, 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 давай. Это же спиди, е-мое. Нам надо его обогнать. Есть. Кукиш тебе с маслом парит. Кукиш. Захотел халявки, никакой халявки не будет. Так, ребята, пещеры ледяного огня. Ну что, попробуем пещеры ледяного огня. Это уже проекция на вертушки. Честно говоря, я, по-моему, ни разу не проезжал. Оу, щет. Давай так попробуем выехать. Да, мы-то выехать выехали, ребята, но... Есть, 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 едем, 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 едем. Вниз головы, ну, все-таки. Хотя бы так. Не надо, блин, ребята. Ну, не надо горючку мне... Все, по-моему, приплыли. Да, ребят. Или подожди. Нет, все-таки взял. Чудо просто какое-то. Просто фортуна, блин, лотерея. Тут еще и гонка, по-моему, одна, да? Тут, по-моему, еще и одна гонка. Я до сих пор, ребята, еду первым. Нормально. Слушай, неплохо. Я уже думал, что все. Я на грани был, ребят. На грани фола, уже практически проигравший там. Ты же видел, горючее практически кончилось. И я там чудом каким-то упал вниз. И подобрал горючее себе. Так, ну что, давай попробуем теперь здесь. Свою прыть. Попробовал, блин. Это там тоже дуралей. Короче, тяжеловато нам на таких тачках здесь конкурировать. А первым-то там кто у нас все-таки выехал? Что за машина первым там уехал? На хилклимбисе? Серьезно? Это дрещеныш. Тут еще что-то выпендривайся. Да езжай, это говорю. Есть. Ребят, он выпендрился, но... А-а-а! Тихо! Кепку потеряли. Ладно, фиксим. Лучше потерять кепку, чем потерять жизнь. Это что такое было? Зашибись, ребята. Я еще и на третьем месте. Он просто взял, ребята, приземлился. Но не на колеса, по ходу дела, а на голову, блин. С какого мать твою перепуга-то это произошло, а? Да, ребята. Нет, 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 не надо. Уйди прочь. У тебя изо рта пахнет. Уйди от меня, говорю. Все. Изо рта пахнет, блин. Что же ляпал-то такой? Я, знаешь, еще вспомнил просто в школьное время. У меня был... Со мной постоянно сидел мой одноклассник. И он, гаденыш, любил, блин, знаешь, такую штуку? Сыр с чесноком. Его постоянно мама вот кормила сыром с чесноком. И он тогда... Мало того, что он не чистил зубы, это раз. А во-вторых, от него вот разило вот этим вот чесночным соусом. И он постоянно, когда со мной общается, знаешь, как бы и не культурно сказать, типа, ну, закрой свой рот или иди почисти зубы. Ты начинаешь, знаешь, как бы там отводить голову, чтобы только не юхать на это зловодное дыхание. И вот сейчас почему-то вот вспомнил я об этом, блин. Не знаю, почему я об этом вдруг вспомнил. Ну, такое было. Ну, это ладно, пацану, ребята. Это ладно, пацану. Ты не представляешь, когда так пахнет у девушки или у девушки из опта. Ты... Ну, как ты, как ты... Ну, понимаешь, мы все привыкли, что у нас женщины, девушки, они такие чистоплотные, как бы ты сказать, такие, ну, знаешь, ухоженные за собой смотрят. И вот она поела или селедку, или вот чеснока, или лука, даже лука, просто лук поела. И ты вроде, ну, как поцеловать, да? Бывает ситуация, когда хочешь поцеловать ее, и ты сразу... Да не, у меня там какие-то дела, надо там что-то поделать сразу такие отмазки дешевые. Ну, и мне кажется, они, наверное, понимают, те, кто... Нет, ну, наверное, те, кто знает, что поел чеснока или еще что-нибудь, он не позволит тебе, как бы, поцеловать. Ну, мы же, пацаны, такие настойчивые, мы же не спрашиваем, мы же лезем в наглую, блин, да, и я тебя забуськаю, да, зачмакаю, за мусолю. А потом сами же это, о, фу, да, вот это вот. То есть, как бы такая двоякость ситуация, вроде бы и она не права, но и ты в то же время тоже не прав. Ой, вот развил тему, да? Почему развил тему там? Да потому что вчера, вот, вас, ребят, никогда, как бы сказать, не тревожила такая штука. Ты, например, приходишь в клуб, да, с девушкой, танцуешь с ней, а в этот момент, во время танца тебе там хлопает или по спине там дает. Другая девушка, короче, да, и та девушка, с которой пришел, говорит, а кто она такая, что она тебя трогает? А ты сидишь, говорит, что я не знаю, я вообще ее в первый раз свяжу. Такое и бывает, а то вот вчера, ребята, был элементарный пример. А еще вчера просто мужик со своим чаем, стоим мы возле барной стойки, просто мужик достал меня, хочешь, говорит, чаю? Я говорю, да, я вообще-то, говорю, что-то покрепче. Говорит, блин, тут такой, говорит, классный чай. Я говорю, ну, мужик, ты, говорю, пришел сюда чаи гонить, что ли, или что, или отдыхать? Говорит, ну, чай какой. И, короче, весь вечер он меня уговорил попить этот чай. Я не пил, но девушка моя пила. Ну, девушка, подруга моя, скажем так. Этот чай пила у него. А мне почему-то такая закралась в голове, такая фигня. А вдруг он вот этот чай что подсыпал? Ну, ты знаешь, там, всяких же чудиков хватает. Ну, сам подумай. Я его не знал, этого мужика, вообще не знал, понимаешь? Ну, какой-то, это, ну, я не скажу, что он там, знаешь, какой-то неопрятный, или еще что-то. Нет, обычный мужчина. Будет постарше, чем я, ну, если мне 43, может быть, это 48. Где-то так. Вот. Не пьяный, причем не пьяный. Ну, с чаем он со своим задолбал. Вот. Ладно. Что-то мы отвлеклись от гонок от нашей. Какими-то темами. Просто еле сегодня отошло, нет? Хотя, вроде, вчера немножечко потребил всего лишь. Лишнее было, знаешь что? Лишнее было коньяк с полной. Вот, мне кажется, вот это было лишнее. Я уже там, ближе к концовке, два бокальчика принял. Наверное, вот из этого. А так вот пивасик сухой. Я вообще, ребята, не пил, знаете сколько? Почти три года. Но тут решил. Я вообще развязался когда? У меня братан приехал. Двоюродный. Вот. И я не мог просто с ней не посидеть, не выпить. Ну, просто не мог. Мне не позволяло это. Совесть, так сказать. Вот. Я выпился. Это была моя первая развязка. А потом пошло-поехало. Нет, я не говорю о том, что я вообще полностью. Взялся. Нет, так, по чуть-чуть, ребятушки. По чуть-чуть. Но не так, как раньше. Раньше я мог за один вечер выпить. Не, бру. За один вечер это слишком молодой я был. За один вечер мог выпить. Так, подожди, сейчас. Ага, все нормально. Проехали здесь. За один вечер я мог выпить, ну, литров пять пива. Причем, я не скажу, что мне это там напрягало. Нет. С рыбкой, с сухариками, с орешками. Пять литриков. А еще раньше мы с коричем могли выпить ведро. Даже два ведра, блин, наверное. Нет, ведро все-таки. Ну, 20 литров где-то. Пиво. За день, правда, не из-за вечера, а за день. Вот, а сейчас, сейчас я себе такого позволить не могу. Да я и не хочу, если честно. Устал я, ребят, от всех. В клубе есть куда-то, там, сходить на искотеку. Тогда да, можно еще. А так, без повода. Я даже на свой день рождения, ребята, неграмулечки не принял. А вот так вот. Встать, понимаешь, он летает как-то. Он скрылья не будет. Он крылатый у нас, оказывается. Ну что, ребята, пляжный кубок. Может быть, давай попробуем пляжный кубок. А это фигово будет, да, наверное, на нем? Вот на нем. Хотя давай попробуем. Мы в тот раз вроде бы нормально так пролетели все это. Сейчас попробуем сейчас так же. Просто когда мы в воздухе летим, я уже говорил, мы с тобой довольно много пролетаем вот этих всяких подъемов. Да куда же ты, блин? Здесь хорошо получилось. Заметь, он очень медленно приземляется. Очень медленно. И вот это вот бесяво тоже. Когда он упадет, он теряет практически всю свою скорость. И вот постоянно нужно его вырамивать. Так, ну тут, слушай, тут тоже хорошо. Давай. Поехали. Поехали, 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 поехали. Оу, куда ты, блин, в какую-то лощину провалился? Ну, ты серьезно, блин? В эту лощину никто бы не провалился. Ну, а я, как всегда, ребят. Майкл спецна. Спецна. Давай, как говорится, спецна. Так, и у нас, друзья, столичный кубок. Я попробую и столичный кубок тоже пройти. Нифига себе. Тут даже этот автобусник. Я, правда, не знаю, нафига он здесь взял автобус. Может, какой-то экспериментировать, экспериментатор. Давай мы-то проедем вот здесь вот. Я боюсь постоянно. Когда он начинает этот потолок, я думаю, если сейчас колеса не вырубнятся, он просто размажит тебе бушку. Да, Себастьян Трейра? Я прав или нет? Заедешь ты наверх. Да хрен там ты наверх заедешь. А автобусник, по-моему, перевернулся, друзья. Да епи, козлиная ты борода, блин. Начинает вот это вот, свой припадочный танцы вот эти вот с бубном. Сейчас опять будет, сейчас будет, ребят мог опять же головой звездомуться и вскрыть себе черепунь. Давай, погнали. Лети, как птичка в поле. Не надо свои колеса тут дергать, что ты дергаешься-то? Вот это вот, нафига вот он начал в воздухе вот это прорывать? Там ничего такого не было, он начал дергать. Нафига это делать? Кубок лесов. Что-то я к этой... Ну что, гонки на... Вертушке? Ну... Нормально, нормально. Тут ничего не скажу. Картик какой-то. Фрукат Дельта 2.0. Поехали. В баги. В баги, лихачка, вот пока нет. Баги, шивая, отойди от меня вообще. Как я уже говорил, пахнет изо рта. Пахнет изо рта, блин. Если хочешь оскорбить человека, скажи, отойди от меня, у тебя пахнет изо рта. Особенно, если рядом стоят девушки, блин. Это все, это сразу же, ребят, крах, крах всему, блин. А еще даже не обязательно, ребята, знаете, не обязательно даже, чтобы он там чеснокел. Иногда бывают люди, ну болит у него зуб, да, грубо говоря. Просто болит зуб. Там гниет этот зуб. Это тоже такой смрад. И Макарева прям, прям до тошноты. Прям до тошноты невыносимо. А он начинает, что там говорит. А еще, знаешь, какие люди меня разряжают? Которые, когда говорят, плюются. Люди летят в разные стороны. Ты сидишь. Ее, просто ты, отвернись. Хоть брызговить по весь, ну, спереди себя. Не, возможно, ребята, кого-то, может быть, сейчас, как бы, ну, оскорбил нечаянно. Тем самым, потому что, может быть, даже и врожденная такая штука. Вот у меня, например, есть друг. У него, ну, проблема с этим. Так, лихо. Скажем так, с губой, да, у него проблема. Вот, и у него, по приори, получается, так, ну, говорит, у него все это. Но из-за того, что у него дефект на губе, у него получается такой. Это, как бы, ну, дефект, ребят. Что сделаешь? Ну, вот так вот у человека получилось. Вот. Как бы, не виноват, но вот так вот получается. Ну, здесь-то, конечно же, как говорится, грех смеяться, да? Над больными людьми. Но, с другой стороны, тоже, как бы, терпеть, блин, не очень-то приятно, понимаешь, да? Вот, поэтому приходится держать на расстоянии, на дистанции. Что за тема у меня сегодня? Ее, пара сетая, блин. Вспомнил, блин. До сих пор не отпускает. Да, школьные времена были, блин, прикольные у меня. Я вот сейчас смотрю вот на нынешнюю вот эту вот молодежь, на нынешнее поколение. Не, возможно, для них это, конечно, тоже круто. У них там все это, то есть и потенциальные. И, наверное, для каждого поколения в своих школьных годах это были крутые там. Ну, у нас действительно были классные. Самое удивительное, что было, я как вспомнил. Пацаны не работали, но всегда были деньги. Всегда. Понимаешь? И всегда, наверняка, в каждой компании был такой человек, у которого всегда выделись деньги. Ну, знаешь, такой из богатники семьи, который был в компании, который был на особым счету, потому что у него всегда выделись деньги. И всю компанию в какую-то в потребности, ну, захотели мы, например, там, выпить, да, или еще что-нибудь. Вот. Всегда. Фига себе спорткар. Всегда он в этом деле ребят выручал. Соответственно, у него сразу была как бы своя крыша, крышевали его, потому что ему в обиду его никто им не давал. Ну, вот. Было, было такое. Тем более, вот эти лихи 90-е, вспомни. Вспомните года. Тогда было, когда ты, если ты курил, да, ты мэн. Если ты занимался спортом, ты мэн. Особенно в то время, не заниматься спортом, ребята, это было это. И вот это вот, да, совмещение. Курить? Ну, это же круто. Значит, что? Вишневый. Вишневый, я вспомни вот это все. Ну, я думаю, что, наверное, мало народу. Конечно, сейчас у меня, я имею в виду, именно у меня на канале, вот таких вот, рожденные в СССР. И я думаю, что мало. Ну, а те, кто есть, просто вот вспомни. И говорили, вот, мы плохо жили, блин, при этом. Ну, нормально мы жили, ребята. Очень хорошо, я бы даже сказал. Все было, да, было не так много выбора. Да. Но было все. И было все глоссовское, понимаешь? Все было качественное. Все было натуральное, блин. Я сейчас как вспомню, там, мороженое, там. И лимонад. Да что там мороженое лимонадное? Даже если вспомнить, то вот ты прикинь, да? Я живу на севере. У меня портовый город. Вот. И у нас рыба стоит дороже, чем, например, в Москве и в Питере. А знаешь, почему она стоит дороже? Я тебе объясню сейчас. Потому что ее здесь закупают. Точнее, нет, не закупают. Ее отправляют в ту же самую Москву-Питер, да? На переработку, на фабрике. И сюда же она к нам обратно идет. Уже упакованная вся, знаешь, такая. Вся красивая. Но в три раза дорого. Это, блин, ара. Это только у нас такое может быть. Это может быть только у нас. Хотя, ты знаешь, наверное, это везде такое. Как это говорится, бизнес есть бизнес. Ничего личного, да? Так, ну, Радочки, давай. Мы не будем сейчас отвлекаться. Нам надо звать. Тихо, ты. Рука не врубай. Нам надо... Четенько с тобой проектов сказать. Скоро будет блосяцкий у нас. Не могу ли? Блин, думаю, откуда одеколоном пахнет духами, блин? Я еще вчера на пшик. Я, правда, вчера не вытешил тебя в другой. Но, тем не менее. Так, что я там пропустил? Слушай, а что у нас вот эта вот гонка? Ночной... Кубок ночного там, кого-то. Она только один раз, что ли, у нас была? И все. Нет. Нет, нормально. Я думаю, перевернется. Нет, отлично. Байкер там шпарит. Кто там? Байкер и маслкар, да? Байкер, как всегда, в своем репертуаре. Начал там свои крынделя вешать и, соответственно, обделался. Обделался, потому что он приехал предпоследним. Ладно, мы сейчас посмотрим, как у нас тут дела обстоять будут. Почему так? А, это байкер. Есть. А, у него тоже, ребята, у него... У него ускоритель стоит топливный. Ну, это понятно. А что у него там еще было? Тоже нагнетание? Нагнетатель. Так, и последний третий горк у нас. Так, ну я пока на втором месте, да, и получается? Так, вниз надо лететь. Так, тут... Оу! Ребят, на самом деле я хотел вниз пойти. Это вот просто случайность такая получилась. Чтоб ты на камнях застрял, говнюк ты несчастный. Чух, прилетел. На голубом вертолете. Бесплатно покажет кино. Так, ура, рэй в игре. Ответь мне, плиз. Что тебе ответить? Кстати, когда видео выпущу, он играет и видео снимает. Было 8300, осталось 8500. Сейчас так. Ага, ага. Что ответить-то? Что ответить? Ответь мне, плиз. Что? Ребят, я ненавижу воду. У нас... Ну, я в плане... Задание называется. Я ненавижу воду. Так, тут главное не продинамить. Ау, черт Тебя подери, ты бред, дурак Ты болотный Ну и нафиг, нафиг Я же знал, ребят, я же знал, что там будет эта фигня Я ведь знал Ну я думал, что я лихенько Заскочу, заскочил Так лихенько заскочил, что просто обдуплился Ну и куда ты поехал, ну куда ты поехал-то Ой, дубина ты стелеросовая Ну что ты будешь делать, а Хотя Ну хорошо, что тут финиш просто был рядышком, ребят А так бы без пузыря мы с тобой далеко бы не уехали Знаешь, что я вспомнил? Я сейчас сижу и думаю, блин Вот я взял этот микрофон Мне же два микрофона, ребята Я между ними меняюсь Потому что этот более громкий, вот этот вот HyperX А Самсон, он у нас Более такой, как Уравновешенный, попрофессиональный, можно так сказать Вот И когда я между ними меняюсь, я все время забываю В ОБС-ке поменять Приоритеты в микрофонах Почему у меня вот тогда в ПВЗ Ну, растение против зомби-героя Серия получилась без звука Именно вот по этой причине Поэтому дай-ка я сейчас хотя бы гляну У меня там все стоит Уф Да, все стоит Бегунок, так сказать Бегает, ползает Слушай, сейчас, по-моему, босс будет Да, ребята Еще шахты Ну, в шахтах я попробую Шахты Не только я попробую Он тоже, ребят, попробует О, он еще и с этой штукой Зашибись Бесявый гаденыш, а Есть, ребята Первую гонку взял я Но это только первую гонку Сейчас посмотрим, что будет на второй Ауч Я передержал кнопку, друзья Никита, вали отсюда Никита Везде побритая Он что-то Он пошел Он пошел хитрым путем, ребята Как он так пролетел-то, блин? Хитро с жопой ты Тунгус, а? Ну Чуть-чуть Вот Как долбун Еще давай сфейлимся, блин Ну Разбейся ты на своих этих Так, ребят, тут вниз Давай-давай-давай-давай Ееее Красавчик Райчик Красавчик Ну, ну, ну А сам себя Любишь Да Надо, как говорится, и критично к себе относиться И с любовью тоже, ребят Тут без этого никак Ну что Мы взяли с тобой 10 тысяч кубков Все Very good Так, что я там, кстати? Да Ну да Наконец-то я смог тебе написать Что-то печал Наверное, сегодня, ребята Я тоже вчера говорил, что Ну, завтра будет видос А видишь Ушел в куб И видос только сегодня выложил Сегодня, наверное Наверное, ребят Наверное Точно не скажу Так, я пошел на гонки Я буду, ребят Надо помогать Набивать кубки А что? Подожди, в гараж Ладно, давай Ну, понятно, да? Так, подожди А это же у нас Ребят, там Чиполино Опять, как всегда, последний, да? Приеду Откуда у них такие раскраски На тачках были, да? Ребят Кто-то там докатался, по-моему Зря я так Ну, давай Хоть Какие там Блин, а Тут минус То есть я еще хуже проехал, получается Здесь я бы тогда на фуре, ребята, ехал Ну, и, кстати, довольно неплохо ехал, они на фуре Они все, смотри, с этими, с ускорителями С дедой Ну Нормально, наверное Вторым приехал Опять минус тысяча Ну, это, наверное, минус Это, наверное, лучший результат, получается Наверное, скорее всего Или как Так, здесь я попробую на Я тебе умоляю, не перевернись, дурачок Плюс 35 метров Ну, и прекрасно Ну, и замечательно Друзья мои, тут остается Ну, как Дофига еще остается Ну, Рейс, смотри Там себя видел Ну, молодец, Маркас Позволяйте Я тоже сейчас смотрю Так, ну что, ребят Еще Поехали Поехали Меня вполне устраивает Ралли на мохто В зимний период Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри Смотри, смотри Что байкер делает Вшивый байкер, а И вот это вот, ребят Дурацкая привычка Вот у меня, да Вшивый К чему? С чего вдруг? Никогда в жизни Раньше такого не говорил А сейчас Чуть ли не слово Вшивый Почему? Я не знаю, ребят Все когда-то в первый раз происходит Также мне помню Еще в свое время Говорили Рей, а почему ты Не снимаешь Хоррор игры? Чтобы тебе было Проще понять По-моему У меня здесь на канале Когда я только 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 Начинал Ребята Все это дело Записывать Снимать игры Летсплеить Сам понимаешь Что там Качество убогое Там все Я не стал вдалять Эти Почищать ролики Старые Но они там есть И я играл В один из хорроров Ну и посмотри На мою реакцию Мою истерику Так скажем Ты поймешь Почему я не Снимаю Хорроры Не то, что я Ребята Даже боюсь Нет Я не боюсь Но Не то, что я боюсь Но Как бы тебе Это всегда И так весь нервный Знаешь Такой И там еще На нервах Блин Ну Как бы Не хочется Личний раз Нервироваться Нервничать А что это Так вот Первый проход Как вот Как этот ключик Получить Ребят Найдите ключи На карте Прочтение Чтобы разблокировать Награду Новые ключи Доступны Начнется Новый сезон На молодец Блин Тут Пожалуйста Вот так Вот так Да ядерин Матрю Ну что ты делаешь Не смотрите У меня километр Бавляется Наверное Он включен Ха-ха Ты смотри-ка Хакерс Верно Подметил Ну что Что Маркус Давай Пиши На вопрос Или что Что ты хотел Что Всем спасибо За компанию Ребята За что Спасибо Можно Что сказать Что Ну что Говори Быстрее Маркус Маркус Блин Ладно Маркус Маркус такая разница все завис парнишка ошибку оверрейт недостаточно баллов ну-ка декабря хочу на фури хорошо это верт у него сейчас пробная гонка да у меня но и берем матрём вот закончено так новый порт а теперь а теперь ребята естественно с конкурентами и ну целователь кактусов я нафиг я сейчас возьму знаешь что а по-моему время идет как бы пока мы с вами тут вот такой вот я не нафиг вот это вот не надо вот это уберем давай так попробуем а крылья мы здесь его как хорошо ребята зашли бы ну а чё чувак не доехал что ли так он опять а а а а 4 3 2 1 не успеет ну не успел фига сделаешь вызов друзьям блин смотри на чем здесь выигрывает на раллийным авто но я в принципе могу догадаться че такое приобрести части можно на тяжеловоз а тут 400 набираешь получаешь гран-при сундук новое испытание гонка и серьезно а у нас тачки одинаково прокачаны что я выиграл а потому что он а он разбился и выиграли получить чё-то включаем и 500 давай дальше что-то у нас о нифиг ого ребят только класса твои ну да на верюшку подобрать слушай мне нравится как вертушка здесь в пользу вообще так отлично 57 500 еще взяли на на этой тачке блин а крыши крыши нету ребята так стоп но он тоже прочувствовал что надо снизить скорость иначе тихо 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 вот тут аккуратненько ребят надо а все уже финиш на 500 деталей на фурах а почему а я чё-то неправильно сделал я понял ах ты твою налево я понял друзьям что надо было сделать он отъезжал назад для того чтобы набрать скорость а он набирал скорость и после этого ехал так что там у нас не маркер а вот не знаю ребят я вообще с этим стримом уже лет пять блин про этот стрим говорю блин стрим 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 я вам тогда предложил давайте говорю по пвз ну арсения против зомби героя сделаю стрим поиграю с вами ну эти поединки нет не надо поиграть во что-нибудь другое во что другое ребят но что другое ну можно поиграть оба снэк если хочешь долгая игра да вот ну опять же на втором канале потому что у меня второй канал ребят подключен к этому ээээ как он там донейшн это этот альдер донейшн это как поэтому могу только на нем этот первый канал подключать ну смысла нет ребят ну что мы будем с тобой вот играть в черепашки нельзя блин или во что или вот в хкр во что мы будем с тобой здесь стрим проводить не во что рээ вышел кажется не повышать ребят никого не буду есть кого повышаю так да стояка повысил вчера буквально ну потому что дикий стояк он очень давно у меня дикий стояк и гелик гелик я правда давно уже не вижу я не знаю играет он сейчас или нет по крайней мере когда мы с тобой заканчиваем сезон или еще что он практически в тройке лигеров находится а дикий стояк потому что он очень давно ребята играет у меня в нашем плане стоит очень давно поэтому как бы есть доверие к нему я не знаю вы новички наверное не помните посмотрите там вот старенький серии какой срач был в клане когда там начали удалять без разбора потом проситься ко мне обратно заново такой и поэтому я решил одного или двух проверенных людей просто оставить и все с тем условием что они будут не будут никого повышать они будут запускать гонки и тому подобное все так ладно ребята я прощаюсь с вами это пойду сейчас еще поиграю так что всем удачи и до новых скорых видосек и и и и и и и и